Добро пожаловать к нам на канал! К этому часу мы собрали следующие новости. Valve забанили 10 профессиональных игроков по Dota 2. По мангесине Exorcist анонсировано новое аниме. Карточная игра Marvel Snap получит поддержку русского языка и многое другое. Archive Games объявили дату выхода в ранний доступ Steam в The Seus Protocol 17 января 2023 года. Студия также запустит открытое бета-тестирование 20 декабря. Напомним, The Seus Protocol — это карточная руглайт-стратегия с нелинейным повествованием, события которой разворачиваются в антиутопическом научно-фантастическом мире. В Epic Games Store стала доступна следующая бесплатная игра. Так до 19 часов сегодняшнего дня, 19 декабря, в магазине можно забрать копию приключенческого проекта с открытым миром «Сейбл». Создатели симулятора изучения океана Собров Undewated Discoveries поделились планами на будущее. Так, команда хочет добавить дополнительные затонувшие корабли, улучшение поведения и взаимодействия существ, больше видов деятельности, в частности отбор профметана, а также поиск потерянных боев, извеличение и развертывание объектов с корабля с помощью крана, полное отсоединение субмарины РОВ от привязи для свободного исследования на небольшом расстоянии, домашнюю базу с пулом для тестирования РОВ и выполнения задач на время. Дата введения изменений пока неизвестна. По манге «Синий экзорцист» анонсировано новое аниме. По словам автора, это не будет продолжением предыдущих адаптаций. Других подробностей пока нет. Студия TMS Entertainment объявила премьерное окно третьего сезона аниме-адаптации манги «Доктор Стоунс» под заголовком «New World» апрель 2023 года. Также выпустили свежий ролик с кадрами из грядущих эпизодов. Телеканал BBC поделился фотографиями со съемок следующего сезона сериала «Доктор Кто». На изображениях показали 15-го доктора, которого сыграл Шути Гатва, и спутницу героя в исполнении Милли Гибсон. Напомним, дата запуска продолжения до сих пор неизвестна. В сети появился свежий трейлер игры «One Piece Odyssey». В нем продемонстрировали отрывки с геймплеем из таких известных арок, как «Арабаста», «Энис Лобби», «Маринфорд» и «Дресс Роза». Релиз проекта ожидается 12 января 2023 года, а 10 января выйдет демо-версия. Шоураннер сериала «Академия Амбрелла» подтвердил недавние слухи о длительности финального четвертого сезона. По его словам, всего готовится 6 эпизодов. Для сравнения, в прошлой части было 10 серий. Съемки планируют провести с февраля по май. Студия Hexdrow выпустила новый ролик «Second Front». В нем объявили дату выхода – 31 января 2023 года. Игра станет доступна в Steam. Напомним, «Second Front» – это 3D-тактическая стратегия о Второй мировой войне. Universal Pictures представила свежий трейлер фильма «Опенгеймер» с Киллианом Мерфи в главной роли. В нем показали ранее недемонстрируемые кадры из грядущей ленты. Премьера картины о создателе ядерной бомбы должна состояться 21 июля 2023 года. Студия Leading Films опубликовала очередной трейлер нового аниме-сериала по манге бродяга Кенсин. Напомним, шоу станет перезапуском адаптаций оригинальной истории. Выход ожидается в 2023 году в программном блоке «Нои Тамина». Авторы полнометражного аниме «Doraemon Nobita Tosora No Utopia» показали специальный промо-ролик. В нем продемонстрировали отрывок из песни Paradise в исполнении группы Ницью. Напомним, появление 42-й ленты во франшизе «Doraemon» состоится в кинотеатрах Японии 3 марта 2023 года. Valve и румынская киберспортивная организация PGL Esports сообщили о перманентном бане 9 игроков по Dota 2 из команд РФ, в том числе из Virtus.pro и одного игрока из Украины. Причиной такого решения стал факт выдачи себя за других участников соревнований, а также передачи аккаунта между пользователями. Разработчики карточной игры Marvel Snap поделились подробностями грядущего обновления. Оно добавит полную поддержку русского языка, режим Infinity Split, возможность сражения против друзей. Отмечается, что указанные опции уже готовы к релизу, однако дата их запуска пока неизвестно. Благодарим за просмотр! Не забывайте оставлять лайки и комментарии, а также подписываться, если этого еще почему-то не сделали или же пришли к нам впервые. Также напоминаем, что мы есть в TikTok и Telegram. Ссылки на наши каналы можно найти в описании под видео. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok